Можно в очередной раз сказать, что набор продажный, но тут действительно все четко. Набор? А, да. Набор это продажный. Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот этот вот винтажный грузовик-пикап. Ну, по крайней мере, так он обозначен в магазине Мир Кирпичей. И цена на него без скидок составляет на 1399 рублей. И тут 1677 деталей. Я верю, что как и Porsche, он также появится на других площадках по ценам ближе, я не знаю, к 10 тысячам рублей. Это чисто коллекционный набор. Цель таких наборов не купить его на детали, не для игры, а для того, чтобы купить, на релаксе собрать и поставить на полку. Где он будет красиво пылиться до конца дней. В общем-то, это справедливо для всех LEGO Creator тачек. Кстати, про тачки. Все эти машины, якобы копийные, на самом деле они выглядят карикатурно, как героя мультфильма тачки. А изюминку им обычно придают какие-то мелкие детали, подобные вот аксессуары. Ну и, конечно, мимимишный вид. Итак, давайте рассмотрим его поближе. Модель сделана в темно-красном цвете. Отмечу, что вся модель, она такая вот округлая, как обмылок. И люблю это слово, когда говорю о LEGO. Почему? Потому что практически все детали, все грани закруглены. Но это привычные уже нам закругленные брики. А также, на мой взгляд, это новая деталь, потому что я не очень слежу за деталями в LEGO System. Вот эти вот детальки, так называемый закругленный уголок, она здесь повсеместна. Их здесь, ну только на одной стороне их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И на другой стороне столько же. То есть, итого у нас только 16 таких округлых бриков. Это очень интересно и занимательно. Ну и, конечно же, много других закругленных деталей. И на капоте использована такая вот округлая деталь, которая ранее использовалась в модели Porsche 911. Это набор 10295. Кстати, про Porsche. Почему я не снял до сих пор на него обзор? А вот почему. Посмотрите. Я тут на страничке в ВК проводил опрос. Как думаете, какие две машинки Hot Wheels я купил в детском мире? Посмотрите, какой крутой 914 Safari. Вот примерно то же самое я хочу сделать с этой машинкой. И я даже немножко продвинулся в этом деле. Ну, как минимум, я уже сделал лифт подвески без сильных заморочек по кузову. Ну, осталось только оформить как-то арки по-другому. Бампер. Ну и какие-то багажники сделать. Естественно, модель будет с крышей. Мне кажется, будет огненно. Еще вот такие полоски добавить. 21 номер. Желто-красная расцветка. Будет классно. Модель отлично детализирована. Здесь сразу бросаются в глаза такие вот хромированные. Хотя, конечно, это металлика, не хром. Вы знаете, что хром выпускается очень редко у лего. Итак, хромированные колпаки колес. Такие же хромированные здесь зеркала. Вот чуть меньшего размера кругляшки. Передние фары и задние фонари. Все сделано вот так вот по ламповому. Округлые фары и круглые задние фонари. И ручки дверей. Причем ручки дверей не только снаружи, но они также есть внутри. Ключок бензобака, который вот так вот торчит тоже по-старому. Кстати, да, покрышки здесь такие же, как на Т2 Кемпер. Это новые покрышки размерностью 49,5 на 14. Грубо говоря, узкие покрышки 50 мм, которые, как я уже говорил ранее, будут интересны строителям реалистичной винтажной техники, а также грузовиков, когда вы хотите сделать сдвоенные колеса на задней оси. Переднюю часть венчает огромная вот такая вот, как пасть какого-то существа, решетка радиатора. Здесь использованы детали лезвия, а в центре логотип V8. Кстати, это принт, это не наклейка. И он мне напоминает аналогичный логотип из мультфильма «Тачки». Под капотом, который опирается на вот такую вот олдскульную, опять же, кочергу винтажную, находится двигатель. У двигателя есть отдельно радиатор, как отдельная деталь. Сейчас я даже сниму ее вам, покажу. Вот такой вот радиатор. И, собственно говоря, сам двигатель. У двигателя есть вентилятор охлаждения с временным приводом. Вот такой вот огромный воздушный фильтр, опять же, с хромированной пластиной. Черная сосиска. Куда в наше время без черных сосисок? Никуда. Да. Двигатель V8, поэтому мы видим с одной стороны четыре, и с другой стороны четыре патрубка выхлопной системы. Или даже не патрубка называется, по-моему, штаны называются, это паукли. Сам блок имеет такой зеленоватый цвет. Мне кажется, это имитация патины, то есть налет меди, который сейчас очень популярен при создании каких-то реста модов автомобилей с таким искусственным, состаренным видом. Теперь подойди сюда. Здесь прямо супер. Иди сюда. Сюда поближе. Слушай. Как тебе такой винтажный скрип? Даже здесь леговцы молодцы. Так, внутри у нас панель приборов. Панель приборов это деталь. Тайл 4х2 со скругленными концами. И это у нас не наклейка, это принт. Большой руль нового дизайна. Не буду уже говорить, потому что он везде уже, где только можно, использовался. Есть кочерга коробки передач, а также целых две педали. Одна почему-то там провалилась. Но тут коробка передач автомат, очевидно, что педали только две. Руль, раз уж мы сейчас заговорили о руле, он функциональный. И у него даже целый оборот от крайней точки. От левой до правой точки целый оборот. Но это уже ближе к реальному. Хотя, конечно, еще далеко от реальности. Но лучше, чем, грубо говоря, какие-то треть оборота от края до края. Сплошной трехместный бежевый диван. Бежевых оттенков тоже традиционно для таких наборов сделан. По шарнирам. Шарнир это всегда тоже головная боль строителей таких машин, потому что захлопывать эти двери всегда проблема. Но вот здесь вопрос решился тем, что наш шарнир подвижный. То есть сама дверь у нас вот так вот гуляет. Ты можешь посмотреть, да? То есть шарнир подвижный. И сделано это за счет того, что там используется деталь. Резиновая деталь, которая растягивается, когда нужно шарниру двигаться. Задняя стенка, дабы она не разваливалась, ввиду того, что кирпичная кладка все-таки дело не очень надежное, она тут у нас шита как плейтами, так и тонким Лего Техник Лифт Армом, который также сшивает по высоте эту стенку. Таким образом у нас вся эта конструкция получилась довольно крепкой. То есть я сейчас за стенку держу, и у нас ничего, ничто не отваливается. Ну и если завершать по внешнему виду кабины, я отмечу, что кабина, как мне кажется, малость высоковата. То есть она непропорционально высокая, хотя сравнивать то не с чем, это ведь у нас не копийная модель. Но тем не менее она какая-то вот высоковатая. То есть в высоту она даже, по-моему, больше, чем в ширину. И прежде чем перейти к обзору кузова, мы распакуем еще один Hot Wheels. И вы знаете, он мне не вполне нравится. Первая причина в том, что здесь слишком высокие борта. Я понимаю, что это увеличители бортов, но они сильно искажают классический образ, классический вид пикапа FG45. А второе, это ужасно непропорциональные колеса. Они такие широкие и напоминают мне времена, когда в LEGO технике использовали те самые ужасные баллонные покрышки. Кстати, вы знали, что для кастомизации Hot Wheels есть целая отрасль, которая работает на производство тех же кастомных реалистичных колес, которые вы можете купить и поставить взамен вот таких вот простеньких пластмассовых колесиков. Переходим к грузовому отсеку. Ну, мы видим грузовой отсек. У нас тут также выделяются арки, как на всех винтажных пикапах. Ну, это сделано было для того, чтобы у нас грузовой отсек имел четкую прямоугольную форму, чтобы колеса и арки не мешали погрузочному пространству. Ну, что первое бросается в глаза, это вот эти вот увеличители высоты боковых бортов. Они как бы деревянные, но они пластмассовые. Ну, это как пластмассовые вставки под дерево в Toyota Camry. Куда уж без Toyota в обзоре. Как вы видите, эти увеличители высоты, борта боковые, они легко снимаются. Ну, это просто вот тайлы, которые опускаются в щели и почти не люфтят. То есть, я могу их снять. Может быть, даже так она выглядит лучше. Ну, естественно, как и положено пикапу, задний борт открывается, откидывается. И что мы видим внутри? Внутри у нас также есть декор, имитация под деревянные доски. Тоже это очень классно выглядит. Мне нравится. В общем-то, на этом функционал кузова закончен. Хотя нет, я для вас найду еще что-нибудь интересное. Смотрите, как и положено пикапу. Задний кузов можно считать съемным. То есть, он тут держится практически только вот на этих студах и вот на этих студах задней стенки кабины. Широкое поле для творчества. Можно поставить сюда, например, бочку квас или сделать какой-то фургон закрытый. В общем, все что угодно творите. Не знаю, зачем вам это было нужно, снимать кузов. Но это круто. Итак, рассмотрев автомобиль со всех сторон, можно смело заявить, что автомобиль представляет из себя винтажный грузовик. Который каждой деталью кричит, что я Форд. Форд! Форд! Нет, это не надо, да? Форд! Я имею ввиду Форд F-серии. Примерно в 50-х годов. Сейчас в мире есть спрос на те винтажные классические грузовики. И я думаю, что этот набор ждет успех. Как минимум на территории США. А почему же Лего не дало ему название Форд? Раз уж я говорю, что это Форд. Хороший вопрос. И я как раз не знаю, как на него ответить. Вы, наверное, помните, что недавно вышел на борт Форд Раптор. И Форд Раптор это, по сути, тот же самый Форд F-серии. Думаете, Лего пожалел денег на лицензию? Или Форд отказал Лего? Не думаю. Мне кажется, Лего просто поступил так, как он поступил. Он сделал некий собирательный образ американского ретро-пикапа. На самом деле, в то время пикапы все выглядели примерно вот так. Будь то Форд или Шевроле. И каждый покупатель будет видеть в этой модели именно ту модель, которую он хочет видеть. Понимаете, да? И эту модель будут покупать и фанаты Шевроле, и фанаты Форда, и фанаты других пикапов. И это должно сказаться положительно на продажах данного набора. Кажется, мы еще что-то забыли. Да, мы забыли про корзинки с напитками, бананами, пироженками, досками для серфинга. Это те маленькие детали, которые делают из данных наборов своеобразный кукольный домик на колесах. Итак, в модели есть целых четыре комплекта аксессуаров. И все они носят сезонный характер. Ну, начнем с вами, наверное, с весны. Время сеяния. Для весны у нас заготовлена вот такая крутая лейка с ручкой округлой из LEGO Technic гибкой оси. И носик тоже сделан классно. И, кстати, внутри не поскупились LEGO-вцы. Прозрачный тайл, то есть некая имитация водной поверхности. Вот такая вот крутая тачка, которую можно даже катать. Прямо отдельный функционал. Ну и на тачке у нас, опять же, тачка цвета Окиси Меди. На тачке у нас вот такие вот катки с цветами. Видимо, предполагается, что эти цветы подвозятся к месту посадки. И там вы их садите и поливаете. По-другому аксессуары для весны я объяснить не могу. Следующие аксессуары, они относятся к летнему сезону. Итак, у нас целый тазик помидоров. Зеленые листья на каждом помидоре разные. То есть два размера. Далее у нас целых два типа морковок. Ну, традиционно оранжевая и белая морковка. Не знаю, что это за белая морковка. Морковка альбинос, что ли, какой-то. Ну, у нас в магните такие не продают. У нас есть два типа морковок. Нормальная и гнилая. И последнее. Это вот такой вот шикарный винтажный бидон молока. Тут даже написано Милк. Милк от наклейка, если что. Следующий сезон – это осень. Осень – время сбора урожая. Кто как трудился, так и собирает. Наш товарищ собрал целых пять спелых сочных тыков. Ну, и, конечно же, вот такой вот деревянный ящик для овощей. А это у нас вот такая вот стойка, каких вы много можете видеть на улице, возле магазинов. Тут написано только свежая, только что выращенная с фермы. Ну, и, как видите, здесь, наверное, все-таки будет уместно поставить весь ассортимент продуктов, которые предлагает наш фермер. А четвертый сезон – это у нас зима. А как известно, кто хорошо потрудился с весны по осень, тот зимой отдыхает. И зима у нас во время праздников. Это вот такой вот рождественский венок. Кстати, очень сложный в сборке, потому что постоянно его нужно вскреплять, он разваливается. И, конечно же, подарок от Деда Мороза. В последнее время наметилась еще одна приятная тенденция. В частности, она касается подобных наборов Creator. А это именно выпуск альтернативных моделей, собранных из одного набора. Ну, например, взять вот этот набор и сделать из него несколько других вариаций. Не обязательно пикап, не обязательно вот такого вида. И вы знаете, опытные дизайнеры весьма преуспели в этом. И я уверен, они очень-очень хорошо продают инструкции к таким постройкам. Даже не десятками, я думаю, сотнями. В чем секрет? Очень просто. Конкретно вот наборы Creator Expert очень сильно выросли в количестве и разнообразии деталей. Поэтому, имея один набор, можно действительно собирать очень много таких законченных моделей, которые не отличишь от оригинального набора. Я имею в виду качество сборки. Поэтому человек, который желает собрать такую самоделку по инструкции, он просто покупает набор или берет имеющийся на полке, разбирает и собирает, потому что все у него уже есть. Это большое преимущество перед теми самоделками, для которых нужно покупать детали отдельно. Не знаю, наскребать в разных магазинах тут то, там это. Ну, это совсем не релакс. Это намек тем моделерам, которые думают, как монетизировать свое хобби с минимальными вложениями. А именно, купив всего лишь один набор. Думаю, LEGO надо регулярно выпускать вот такие вот наборы. Такие это вот без какого-либо бренда, просто вот собирательный образ пикапа, например. Он выглядит не хуже лицензионного и в то же время он отсекает таких критиков, как я, которые любят пообсуждать, пообсасывать какие-то косяки, какие-то несоответствия реальной модели. В общем и целом, я не могу сказать ничего плохого про данный набор. Здесь есть, кроме приятного внешнего вида, есть ряд технических решений, которые расширяют как функционал модели, так и помогают сделать конструкцию крепче. Сборка не утомляет, интересная, познавательная. Можно, как обычно, сказать, что обзор продажный, на то действительно все четко. Но если вам хочется полить его немножко навозом, то для вас я кое-что приготовил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok